Известный украинский певец Арсен Мирзаян – единственный участник национального отбора на конкурс Евровидения, который решил исполнить композицию на французском языке. В его творческом багаже множество концертов, выступлений, а также участие в рейтинговом талант-шоу страны. Почему один из самых харизматичных исполнителей Украины принял решение участвовать в конкурсе и кто его мотивирует на победу? Смотрите в эксклюзивном интервью для подробностей UA. Арсен Мирзаян рассказал о своих переживаниях накануне выступления, о политической подоплеке этого конкурса и непростых взаимоотношениях с русской публикой. Арсен, здравствуйте. Спасибо за то, что пришли к нам на интервью, нашли время. Евровидение – это ответственный конкурс. В первую очередь перед артистом, перед страной и, естественно, перед вашими любимыми поклонниками и зрителями. В прошлом году ваша жена Тоня Матвиенко принимала участие в конкурсе Евровидения в национальном отборе. Тогда, к сожалению, или к счастью, возможно, поехала Джамала. Это как-то связано с тем, что вы в этом году принимаете участие в национальном отборе или нет? Скорее всего, нет. Я отсутчивался по этому поводу. У нас какое-то свое видение этого всего. И наблюдая за перечнем участников, которые в этом году берут, для меня тоже удивительно. Видимо, все-таки повлиял вот этот вот первый, такой более публичный. Он оказался более объективным из-за этого. И он как-то повлиял на всю эту историю. Вот на сегодняшний день, вот в этом, второй, да, второй раз проводится вот так публично. И мы видим, среди конкурсантов имена довольно уже раскрученные. И, казалось бы, те, которые не должны были реагировать на такой конкурс. Но я не буду их называть. Это просто отчасти я отношусь к этим людям. Эти люди, которые занимаются серьезно музыкой и не пишут работы специально для конкурсов. Песня не была написана специально для Евровидения. Она отобрана из того материала, который у тебя был. Ты выбираешь из своего репертура песню, которая, наверное, была бы органичней на этом конкурсе. С какой-то такой темой общедоступной. Потому что все-таки аудитория, куда это все вливается, она ментально разная. И, скорее всего, все всегда отталкиваются от каких-то базовых ценностей, которые всем понятны. И нет разницы ментальности. Поэтому так была выбрана песня в моем случае Джеральдина. Песня посвящена Джеральдине Чаплин. Я своим исполнением, конечно, посвящаю ее своей дочери. Поскольку это такая... Это странная субстанция, чувство, которое испытывают отцы к дочерям. Это несколько другое. У меня два сына, и вот я такого еще не испытывал, когда у меня родилась дочь. Это вот что-то другое. Ты понимаешь, что сын это все-таки мужчина, который вырастет, который станет самостоятельным, сможет за себя постоять. А дочь, невзирая на степень своей потом образованности, или вообще там станет ли она самостоятельной, вырастет, она все равно для тебя остается принцессой. Ты для нее рыцарь, который должен идти с ней до конца. То есть из ваших слов можно сказать, что эту песню вы посвящаете своей дочери? Своим исполнением. Но вдохновился я все же рождественским письмом Чарли Чаплина своей дочери Джеральдине. То есть это вот такой батьевский заповед. Изначально вы эту песню исполняли на украинском языке, и буквально два дня назад вы представили ее на французском. Для меня это было очень... я удивилась, правда. Можно было, если я хочу, чтобы эту песню услышала Джеральдина, а я так захотел, чтобы она ее услышала, мне надо было перевести на понятный ей язык. Поскольку я не носитель английского языка, я не знаю. Я немецкий и французский в силу того, что я исполняю роль Квазимода в мюзикле Нодердам в украинском La Concert. И поэтому французский мне ближе. И поскольку сама Джеральдина Чаплин на тот момент, когда сам Чаплин писал ей письмо, она училась в Швейцарии в балетном интернате 10 лет. Поэтому испанским я тоже не владею, поскольку Джеральдина Чаплин еще пол, вернее, четверть века прожила в Испании со своим мужем. Но я все-таки подумал, что она актриса французская и училась в Швейцарии. Выбрал для себя более... ну, язык, которым мне удобнее изъясняться. Поэтому вот французский. Все же вернемся к Евровидению. Вы когда подавали заявку на этот конкурс, в какой интерпретации была эта песня и какую услышал Константин Миладзе, продюсер? Интерпретация была в украинском. Почему вы все же решили на французском? Для меня... Ну, я просто сказал, что я собирался это исполнить на французском. И в моих планах было... Ну, я работаю над этим. Я хотел сделать не только лишь эту песню. Она должна была быть, наверное, заглавной для того сборника, который мы там задумали. Поль Менендис, французский певец-исполнитель, ну, из Франции, из Парижа. Вот мы с ним адаптировали эту песню. И я хотел, чтобы он адаптировал мне ряд песен, чтобы сделать такой, скажем, концерт моих песен на французском языке. И мы начали именно с этой песни, поскольку если мы уже подаемся на Евровидение, то нам нужна реакция мгновенная. Мгновенная реакция от самой Джеральдины Чаплин. Она первая, кто услышал эту композицию. Что сказала? Сказала, что ей понравилось. В силу того, что вот сейчас идет отбор, как-то оно быстрее все завертелось, закрутилось вокруг этой композиции. Но рок-музыканты все равно мыслят альбомами. Для меня непривычно сейчас, ну, как говорят, крутить, крутиться, крутить в мир вокруг одной песни. Но если мы придаем ей такое значение, и все-таки эта песня с историей, и она посвящена реальным личностям, то, наверное, стоило бы серьезнее обратить на это внимание. Милан за что сказал, когда услышал впервые? Ему гармоничнее, потому что мы пробовали на английском, он тоже сказал, что нет. На французском эта песня звучит гармонично и красиво. Песня должна иметь характер, не надо делать ее искусственной. Начинаешь влазить в рамки, подстраиваться под какие-то форматы, это, не знаю, насколько, может, дает эта песня широкий такой вот спектр больше, но тогда песня теряет характер. И если песня, это уже не творчество. Ваша жена Тоня Матвиенко, она вам помогает? Может, подсказывает в каком-то репертуаре вам, что вам лучше спеть, как вам лучше выйти на сцену, в каком образе, или все же вы с ней не советуетесь? Может, вы ей подсказываете, кстати? Она сейчас в туре. Советуемся, безусловно, принимает участие, беспокоится, заботится, активность какую-то проявляет, дает советы, поскольку непросто и со мной тоже. Она злят со стороны. Знаете, как говорят, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Это вот хорошо, на самом деле. Принимая эту пословицу, ты всегда все-таки лучше спросить мнение человека, который видит бой со стороны. То есть ему есть к чему прислушаться, и есть какое-то свое понимание. Но объективность все же должна быть, присутствовать, поэтому я с удовольствием слушаю советы какие-то и видение свое. Дальше твое дело слушать, не слушать, но... После победы Джамалы к нашей стране уже приковано огромное количество мнений, естественно, зрителей, европейских зрителей, огромное количество западной прессы. Нас уже смотрят, и особенно национальные отборы, потому что всем очень интересно, в первую очередь, кто нас будет представлять, потому что представлять второй раз и побеждать, естественно, артисты едут на этот конкурс, чтобы побеждать, тяжело. Вы готовы сломать стереотип и попытаться выиграть Евровидение второй раз подряд? Я думаю, готовы все это сделать. Все участники достойны, все участники свежи, интересны. И из тех, которые не свежи, назовем их так, а в частности я, мы даем, скажем, самих себя. Мы не выдумываем ничего. Это вот из подготовки к конкурсу, изначально. Продукт подается таким, какой он живет. То есть мы не писали специально песню, мы не приглашали на этот конкурс каких-то специальных бэк-вокалистов, знаете, разово пригласить, чтобы они пели. Никто ничем этим не руководствуется. Команды работают так, как они работают всегда. Мы поем свой материал, свойственный нам. То есть у нас все такие песни, мы ничего не меняли, это не эксперимент, это то, что живет в этой стране уже годами. Поэтому в данном случае, наверное, это правильно и это интереснее. даже в Европе услышать реальную картину. Не то, что когда-то создавалось искусственно. Выбиралась песня, искали авторов, эти авторы писали, выдумывали аранжировки и строилось какое-то шоу, как-то базировалось. Вот то, что живет этим всем, как живет, если взять Руслану, несмотря на все то шоу, которое присутствовало в том выступлении, оно не искусственно созданное. Оно было раньше, оно жило с ней и осталось жить с ней. Это была она чистой воды. Ничего не было привлечено со стороны, додумано и достроено. Это вот... Интернациональность придал только вот язык. Когда вы поняли, что вы хотите принимать участие в Евровидении, вы, кроме своей жены, да, грубо говоря, советовались с кем-то еще из известных артистов? Может, с продюсером? С Виталием Телезиным, мой саунд-продюсер. Ну, сама речь стояла о том, что мы делаем. Мы выигрываем или мы просто поем? То есть, если мы просто поем, Виталик сказал, я ничего делать не буду. Если мы выиграем, то я сажусь и начинаем вместе думать. То есть, желание выиграть должно присутствовать. у вас оно естественно присутствует. Ну, оно должно быть. Я понимаю, что музыка, как понимаю, это мой принцип, музыка – это не спорт. И на данном этапе нет ни худших, ни лучших. На данном этапе предстоит просто выбор. Надо выбрать, зритель надо выбрать. Предсказать реально, ну, нереально. Смотря на отборы всех, какие существовали, и если взять в учет, не только нашу страну, вообще весь мир, какие страны, каких участников представляли, если вот так смотреть, то предсказать нереально. То есть, делать заранее, делать заранее какие-то прогнозы, говорить, вот фаворит, нереально, вот честно. «Степление Джамала» вы смотрели, либо вот прошлое, смотрели, что можете сказать? Ну, это было объективно, это было реально правильно, и Джамал – это музыкант эпохи, поэтому это реально, я даже не могу это называть продуктом. есть то, что создается продюсерами, как продукт, ориентированный на рынок какой-то. Джамал – это не созданный продукт, он никуда не ориентирован, можно говорить, ну, есть разные суждения у людей, всякие, но вот то, что свершилось на Евровидении, мы понимаем, насколько высокий уровень профессиональный, исполнительский, и ну, это высший пилотаж, и что касаемо самой артистки, то есть не было, опять же, никаких экспериментов, не было никаких, вот я ту команду, которая работает, я ее в студии вижу, ну, не каждый день, а все так же работают, ничего не выдумывая нового, разница лишь в том, в желании быть лучше, в стремлении быть лучше, то есть то, с чего мы начали разговор, ответственность, ответственность перед страной, она, скорее всего, выше всего тут стоит, поскольку авторитет артиста, который дальше будет работать в этой стране, все же зависит от степени доверия. да, зритель должен будет доверить тебе, если он, если ты как финалист выигрываешь возможность представлять свою страну на Евровидении, это очень колоссальная степень доверия, и это как в сказке про царевну лягушку, ты стреляешь вот так вот, стрелой, а там красавица на болоте, и теперь ты должен соответствовать, так сказать, и уже, ты же не знал, что ты там куда-то стрелял. Арсен, вам, наверное, как никому в нашей стране повезло, ведь вашей тещей является легенда украинской сцены, это Нина Матвиенко, ну почему, но это легенда, нет, я с точки зрения профессиональной хочу спросить и задать вам вопрос, вы с ней советуетесь, либо она вам может подсказывать, как вести себя правильно, либо может с репертуаром вам подсказывать. Репертуар, ну, может быть, с репертуаром, если речь идет о украинском народном творчестве, она человек, который является старожилой, эти вот те небольшие 3-4% интеллигенции, которые хранят спадщину украинского народа, поэтому зная тот багаж, то есть это бесконечные экспедиции во глубинкам, по селам, это записанные на диктофоны какие-то невероятные украинские народные песни, которых никогда их не было на слуху, вот привезены они из этих экспедиций, потом на эти акапельные какие-то песенные этюды, повести, целые вот, там, ну, разные есть истории. Люди, которые, композиторы, которые вложат это все на музыку, я вот знаю, даже Шевченковские премии получают, это серьезный такой вклад, и вот то, что сделала Нина Митрофанова, на тот багаж, ее накопленный, вот сейчас, готовясь к своему юбилейному концерту, к 70-летию, мы пересматриваем старые видеокассеты, нашли видеомагнитофон и пересматриваем старые видеокассеты разных советских фильмов, разных советских концертов, еще вот соцлагерь, если берем, пересматриваем какие-то документальные фильмы, даже каких-то партийных деятелях, ну, то есть странные какие-то вещи, но это все история, это все было, и ты удивляешься, как оно сохранилось, несмотря на то, что преследовалось советской власти. Как она отнеслась к тому, что вы принимаете участие в этом конкурсе? Она мудрая, светлая женщина, и она приветствует все, что делает тебя сильнее, и она приветствует все, что развивает тебя, и главное, что ты не боишься, не стоишь на месте и принимаешь вызовы, дорогу осилит идущий, поэтому вот это как раз и есть хорошо. У меня такой к вам вопрос. Какой должна быть песня, возможно, это распространенный вопрос, но все же, какой должна быть песня, чтобы выиграть Евровидение? Не знаю, честно. Но мысли. Но есть совокупность, мы не будем отталкиваться только одной песне. Какой должна быть песня? Народной. Но она не может быть народной, потому что она буквально станет народной, как только ее начнут петь миллионы, ну, миллиарды, речь идет о Евровидении. Если ее начнут петь, все, ну, это вот точно. Но где этот рецепт, тоже вот в таких масштабах, он неизвестен, пока люди реагируют на какие-то другие вещи. На какие? Не знаю, на другие. Есть исполнительское мастерство, есть, если мы берем Джамала, да? Да. Исполнительское мастерство, профессионализм, то есть мы уже говорим о уровне артиста. Это очень высокий уровень, его оценил весь мир, да, это очень круто. А бывают даже артисты не такого высокого уровня, но мысли то по-другому. И вот раз и народная песня появляется, которая опять же захватывает миллионы. Тяжело ли обрести популярность в Украине? Популярность? Да. Популярность наоборот не тяжело. А народность? Народность легче. Серьезно. Чем популярность? Популярность это, по крайней мере, это мысли как фрик. Популярность она или есть, или нет. То есть либо попал, не попал, лотерея. То есть ты стал популярным, окей. Любой такой артист, который сверкнул как искорка, все, он сразу подхватывается продюсерами и мгновенно начинает обороты набирать. Поэтому популярность и известность это разные вещи. Популярность она, конечно, хранится плохо, портится быстро, а известность наоборот, она накапливается, она набирается, и вот отсюда и народность идет. но это тяжелый труд десятилетий подкрепляя и скажем, держа планку. Поэтому разные абсолютно вещи. Популярность это вот такая субстанция не угадаешь. Это вот да, нет, вот все. Вот теперь да, нет, я хочу, чтобы вы мне быстро ответили на три блиц вопроса по поводу конкурса Евровидения и честно, конечно. Какой должна быть? Стоп, блиц, так, Евровидение для вас это возможность? Евровидение для меня это возможность. Возможность продолжить, продолжить. Все, это возможность. Нет, как ни крути, Евровидение это очень, вот сейчас, в наши дни, мощная, серьезная платформа для промоушена. Как молодых исполнителей, так и тех, кто хотел бы выйти и расширить свою аудиторию. Чуда не будет для тех, кто, скажем, работает в своем направлении, русле и, собственно, представляет столько самого себя, без экспериментов, ничего не меняя, вот такой я был пять лет назад, такой я вот пришел на Евровидение. Такого чуда, конечно, для них не произойдет, но уровень профессионализма свой обязан подтвердить. проведение, это политический конкурс, да или нет? Я думаю, да. Интересно, первый, кто мне так ответил. Вы думаете, нет? Я думаю, да, но артисты говорят, нет. Артисты, знаете, вот это, так мне нравится все время, мы вне политики. Слушайте, мы даже о музыке будем говорить, это политика. Не о политике, а о музыке, но это все равно политика. Мы можем разговаривать просто о грани здоровья или о животных, это тоже политика. Политика есть во всем, в музыке, в медицине, не знаю, в истории, политика, она всегда ведется кем-то, кто формирует мнение. Если ты формируешь мнение, это уже политика. В музыке всегда формируется мнение, оно формируется топами чартами музыкальными премиями эта политика есть люди которые искусственно создают рейтинги это опять же политика у нас не бывает так по-честному выступает артист занял первое место никто не знает честно он занял первое место или она проплаченная или она искусственно создана это все политика а тут как ни крути народ все равно всегда решает рублем гривной чем угодно вот вам концертный зал и вот вам ориентируемся до стоимость билета количество людей там ну и такой уровень площадки да и вот вы смотрите вот кто реально собирает залы и и кто в топах и вот вот давайте теперь сравнить кто про кого говорят великий красивый но где же концерты а кто-то даже не суется никуда потому что у него и так аншлаги туры и ну все прекрасно это политика но опять-таки где тогда конкуренция где тогда статус или это все вот все эти слова входят политику все внутри не статусность конкуренция поэтому евровидение как ни крути конкурс музыкальный политический просто страна которая принимает участие ее участник тут уже решение творческой группы или как это назвать берем мы политический контекст или не берем политический контекст как ни крути имеем на сегодняшний день конфликт его будут и нас будут нашу страну подстегивать против нас будет работать мощное оружие масс-медиа соседа страны некий этот черный язык никогда не останавливать они не могут закрыть свой рот даже по поводу искусства понимаете вот куда вы уже в искусство лезете политические составляющие это одно они еще пытаются навязать какие-то под тексты под артиста я вас умоляю артист который живет ну творчеством ему как бы зачем ему петь о политике никаких нет политических соображений и за всю историю вот как помню наш дружественный сосед как копал под нас так и копает тот сердечко не то спела не понравилось им слова раша гудбая не услышали раздули все это все искусственно раздутое и я не понимаю зачем вы это делаете вы что не умеете честно играть вы не можете выйти на поле честно сыграть вы трусы не очень жаль страна называющая себя великой и могучей ведет себя как трус вот и все вы следите за теми артистами которые хотят представить россию на евровидении мы пошутили но и по этому поводу если саша панайотов будет представлять россию а я буду представлять украину на сцене встретятся два запорожца кстати да очень интересно но вы вы бы кому отдали предпочтение из тех артистов которые принимают участие у них вообще не слежу вот я знаю про панайотова кто собственно там конкурирует и куда вот там точно политика будет в россии вот они точно будут отслеживать своего конкурсанта чтобы под него не копнуть или копнуть и начинать спекулировать на какую-то тему за нашим национальным отбором вы точно следите естественно знаете своих конкурентов кому бы вы коллегами да вот на данном этапе вот те кто набрался смелости вышел в полуфинал это уже такая маленькая победа этих людей они имеют возможность представить в прямом эфире на суд десятимиллионной десятки миллионной аудитории свое творчество то есть это не талант шоу где ты работаешь как артист под управлением продюсеров и тебе дают песни которые ты должен петь это не как бы подходит не подходит на твоему плане кто пока не понимает прогнозируя да то есть а тут люди выставляют на суд свой собственный продукт на который потом будет обрушиться критика на который за которым последует делать какие-то выводы или не делать обращать внимание ли не обращайтесь у каждого артиста коллектива есть своя аудитория которая естественно являясь фанатами творчества наверное защитить защитить своего артиста от какой-то нежелательной критики я отношусь правильно к конструктивной критики есть конструктивная критика есть неконструктивная если ты разбираешься в этом и действительно твоя терминология верна и ты можешь понятным мне языком объяснить в двух-трех словах какой-то аспект недоделанный не доглядели не недо увидели не усилились не обратили внимание не знаю там в силу творческой работы какой-то да да тогда да а если человек ну не знаю ориентируется на какие-то другие качества то кому бы из своих коллег когда-либо голос национальном отборе могу опять же сказать хочу хочу увидеть всех люблю люблю как и рокеров люблю и попсовиков вот качественно работающих я точно не могу ориентироваться то как есть молодежь она слушает уже другую музыку а есть еще взрослая аудитория их больше тут как активность как пойдет будете смотреть полуфинала вы выступаете четвертого числа первое понятное дело а второй третий финал будете ну и завершение нашего интервью я всех прошу спеть строчки или куплет своей песни с которой вы хотите представить нашу страну на евровидении готовы ли вы сегодня я даже вот если окей мы будем слушать на французском языке и сейчас я спою на том на каком она была написана джеральдина я не янголом бува вжеш джеральдина якшо любишь то не втечеш джеральдина третий франк помья тайны твий джеральдина без коханья найдут дом рей ну и скажите наверно напутственные слова зрителю либо может быть что-то вам хотите пожелать друзья наслаждайтесь удовольствием творчеством наших артистов все очень просто перефразируя анну ахматова тот кто украдет ваше сердце вы его узнаете по глазам обязательно поэтому я думаю будет выбор сделать не сложно вот так спасибо большое